На дворе 21 века количество граждан, оказавшихся без документов, не только не уменьшается, но даже имеет явную тенденцию к росту. Проблема усугубляется тем, что механизм по восстановлению документов или определению статуса лица без гражданства остается крайне забюрократизированным, малопонятным, а то и вовсе неизвестным именно для тех, кто в нем нуждается, гражданам без паспорта. Исправить ситуацию взялись общественные организации. Красные даже паспорта, советские, мы их называем краснопаспортниками. Есть такие люди, есть люди, которые достигли совершеннолетия и не могут получить удостоверение личности, потому что у них вообще свидетельства о рождении, оказывается, даже нет. Такие вот ситуации тоже есть, и их немало. И наша организация в партнерстве с нашими, с нашей организацией ОВКБ, ООН, и в частности Бюро по правам человека, филиалом в Чемкенте, мы работаем с ними по оказанию правовой помощи вот таким вот лицам, чтобы выявить, помочь с документацией, чтобы они по мере возможности получили статус лица безгражданства. Одна из главных трудностей в документировании граждан – финансовые затраты на оформление и отправку справок, запросов, обращений и юридические консультации. Из прошлого года мы получили возможность, то есть мы от людей берем просто письменную рукописную доверенность, заполняем определенные формы, которые в каждом посольстве, и наш юрист в Астане подает эти запросы в посольство. И посольство выдают, опять же, юристу эти справки, и вот благодаря этой возможности она продлилась и в этом году, мы надеемся, что она и в следующем году продлится. То есть мы сами оплачиваем эти справки для лиц безгражданства, очень хорошая возможность, этим можно воспользоваться, и также из Южного Казахстана, и из других регионов Казахстана, потому что очень много обращений, в основном процентов 80 именно им необходимо получать эти справки в посольствах. Результаты не замедлили сказаться, так за прошедшие шесть месяцев в ЮКО проблема с определением статуса была решена для 85 граждан, в том числе троих несовершеннолетних. За круглым столом правоохранительные и общественные организации обсудили возможности активизации работы в данном направлении. Нам нужна помощь, нам нужна помощь государству.